всем привет привет мои подписчики знакомые друзья зрители сегодня хотел бы поговорить с вами о таких интересных мыслях это мысли некоторых моих знакомых друзей мои в частности лично как то так знаете набросал но вот что по сути сейчас думают люди связи с тем как прошли у нас выборы хакасии связи с тем что у нас победил коммунист канавалов валентин олегович и связи с этим каким видим мы граждане хакасии российской федерации в частности но как-то там пока они не понять как нам относятся и у меня такой вопрос первый вопрос почему до сих пор президент владимир владимирович путин а сегодня уже 27 ноября 2018 до сих пор президент российской федерации не пригласил на встречу на знакомство нашего уже нового губернатора канавала валентина олеговича у меня такой вопрос почему мне кажется адекватные люди уже этим вопросом задаются это же в первую очередь неуважение президента губернатору хакасии это неуважение ко мне как гражданину за мой выбор это неуважение ко всем гражданам республики хакасия в частности каждого из вас кто живет хакасии это неуважение президента как нужно это расценивать я считаю что это неправильно это категорически неприемлемо жизни конечно я никого учить не буду высказываю исключительно свою точку зрения по этому вопросу но вопрос остается открытым как это возможно что бы хотела сказать некоторые мысли я буду даже просто цитировать некоторые мысли людей моих друзей мои знакомых одна из мыслей как таковая сейчас нужно договариваться с президентом российской федерации довести настроение жителей хакасии она реально было протестным и нужно менять экономическую политику по отношению к региону мы на себе чувствуем эту политику и видим как чеченской республики и как у нас в сибири это чем-то 90-е напоминает вы нам должны ага по жизни 16 миллиард рублей берите кредит канавалов валентин олегович чтобы бюджетники с голоду не умерли в хакасии берите кредит именно сейчас нужно дать понять президенту российской федерации что есть сша гэс какие могут быть долги у общеобразовательных школ образовательных различных учреждений за электроэнергию какие могут быть долги мы живем когда строили сша гэс вообще обещали что все жители республики хакасии будут бесплатно пользоваться благами за электричество себе стоимость на сша гэс одного киловатта вдумайтесь две копейки продают эту электроэнергию в китай по 30 копеек за киловатт а теперь самое интересное нам гражданам которые живут на этой земле и которым было обещано что мы будем бесплатно пользу электроэнергию продают по полтора два рубля а предприниматели муниципалитеты предприятия по 8 рублей и выше вдумайтесь в эти ужасные цифры нас просто обворовывают пусть не шлют нам эти страшилки надоели уже с этим терроризмом социальных учреждений не будем вам платить зарплату а в декабре вы получите последнюю зарплату вы не поверите это говорят во всех школах во всех садиках на всех предприятиях вы что нас пугаете нас терроризируете что там террористы что ли в москве то кто там так по себе что возомнил на каком основании вы мне бюджетнику работающему в школе или моим соседям и друзьям которые работают в бюджетной сфере воспитателями в садиках или где бы то ни было как вы можете не дать нам нашу зарплату на каком основании почему вы нам угрожаете что террористы что ли если мы такие не покладистые не хотим быть вашими шестерками и до гробовой доски впахивать все вы нам теперь кукиш показать и типа ничего не получит ребятки то вы чё там белины объявить что это не только с нашим регионом со всей страной такой бардак творится в этом чего себе позволяет кто вы такие есть может вы нам поясните хоть раз хотелось бы услышать ваше мнение на каком основании вы нам угрожаете что вы не будете платить нам зарплаты есть у нас разрезы угольные отключат тепло получается что опять нам угрожают у нас и так тут вы посмотрите сколько стоит тонна угля до 3200 рублей вы с ума сошли в иркутской области 890 рублей за тонну у нас это туго лежит мы на нем живем мы дышим этой пылью вы нас травите добывая уголь и продаете нашим же гражданам в 10 раз дороже вы в своем уме ребятки еще там реально одурели лохов увидели что или вы хотите чтоб регионы начали отсоединяться от вас да вы к этому все ведете меня такое ощущение что вы там должны ребятки уже давно таблетки принимать и в психушке находиться но никак не законы принимать это говорю не думаю не только я так так думают все все адекватные люди которые не заливают себе глаза пойло дерьмом которое дешевле тоже пиво это дерьмо все которое дешевле чем кефир и молоко нормально адекватные люди вас за людей не считают в антинародное гнилое олигархическое жулье варьё вот так мы к вам относимся все мы так к вам относимся ребят это до первых смертей от пневмонии воспаления легких дальше война найдется сразу и уголь и электричество и не поможет не спецназ не действующая армия не росгвардия которую вы создали для борьбы против народа защищая свои олигархические свои интересы народ снесет все на своем пути нужно реально понять ситуацию не загонять ее в тупик а научиться проигрывать и вынести из этого определенные уроки кто проиграл эти выборы единая россия проиграла эти выборы выборы единая россия проиграла эти выборы дальше я надо больше свои мысли выскажу что можно сказать как как я считаю как я вижу люди стали жалкими завистниками да по сути мразями по своей природе не все некоторые личности они пытаются сломать других оскорбить унизить но самое худшее это гнобить и уничтожать свой народ это те кто сейчас сидят у власти которые ломают народ не просто ломают а уничтожают его вот эти вот гнилые мрази это вы олигархи и все кто им притворствует все кто на них работает это лично мои мысли разве вы не понимаете что убив все русскоязычное население страны вам придется кормить врагов кто к нам придет в первую очередь китай америка европа они все ждут когда мы ослабли ребятки олигархи политики продажные вы готовы отдать все бесплатно у вас сейчас забирают арестовывать ваши счета вас ненавидят во всем мире вас даже англия европа америка у вас просто все это забирают вас ненавидят все сообщество мировое вы настолько зажрались мрази что у вас вообще презирает весь мир не русский народ они презирают а варьё которое сидит у власти у вас отбирают счета у вас отбирают замки вы не можете доказать эти деньги что они у вас были заработаны честным путем что они сворованы у нас у простых людей у русских людей сворованы да потому что все просто во всем мире любой нормальный человек адекватно ему противно воровство как таковое понятие человеческое все будут ненавидеть вас воров и презирать любой нормальный человек будет вас ненавидеть и презирать и это уже происходит не только у нас в стране это происходит во всем мире вас олигархов и гнилых политиков ненавидит весь мир включая народ российской федерации потому что зажрались вы нас обворовывать до гробовой доски мы должны пахать платить 51 процент налогов из своих зарплат чтобы вы покупали себе новые замки тратили наши деньги на свои гадкие пошлые желания и мысли настолько вот вас презирают все вы не представляете если вы сейчас выйдете в люди вас просто порвут просто порвут в клочья еще такой вопрос очень важно вот это вот антинародное правительство в президента российской федерации путина владимира владимировича прощает всем государством третьего мира любого всем прощает многомиллиардные долги долларовые сволочи вы загнали наш народ в долги вы загнали все муниципалитеты всех загнали в долги с этими кабальскими сумасшедшими ценами на все на электричество на энергоресурс вы нас награбили и зазначили в такие долги вы заставили нас залезть все в кредиты и в ипотеки что мы вас настолько ненавидим но при этом сволочи вы прощаете всем долги только не своему народу вы делаете все чтобы нас уничтожить вы делаете это специально и умышленно я не понимаю поделитесь лучше с народом с нами всем тем что вы у нас украли простите в первую очередь всем муниципалитетам простите всем всем тем кто понабрали кредиты простите всем долги люди работая сидят в долгах сидят в нищете ничего не могут себе позволить ездят на старых драчках ты который задалбываешься на истозами потому что дорог нету и машины эти сыпятся старые у меня самого старая honda 2001 года книлая уже достала меня сыпаться простите нам всем долги я не могу себе машину позволить потому что я плачу ипотеку сумасшедшую сумасшедшую переплату из 27000 20 на 1000 процента и тогда насколько нужно быть конченным чтобы свой народ убивать простите нам долги мы вам спасибо скажем может быть наша ярость пройдет и ненависть к вам повернитесь наконец к народу отмените все эти гнилые антинародные законы которые приняли за последние пять лет вы ни одного закона за последний год не приняли для людей для народа ни одного но уже больше сотни антинародных законов отмените еще бы хотелось такой вопрос тоже мои мысли лично я вижу всю эту гнилостную систему европы я бы просил и хотел бы чтобы по крайней мере железный занавес на европу поставили потому что вот эта грязь вот эта пидористия вот эта толерантность гнилая это все идет к нам заражаются наши дети заражается общество вот этой всей гадостью уже заражено практически все правительство закройте занавес железный хотя бы против европы мы то сможем прожить без развращенного мира у нас есть вся таблица менделея у нас есть все ресурсы вы вспомните при ссср мы не торговали практически нашим ресурсом все шло на внутренний рынок на развитие и при этом жили процветали то что не воровали а европа они без нас не смогут они начнут загибаться но только они не посмеют нос к нам сунуть пока у нас есть ядерное оружие пока у нас есть ядерный щит и если мы будем сами процветать любой человек станет на защиту такого государства и никто нас никогда не победит как не происходило этого до этого момента нужно опять же не ресурсы продавать за границу за копейки тот же китай весь лес уходит вы посмотрите всю Сибирь и выпилили это же тихий ужас это насколько уже ой насколько вы уже чудаками стали на букву М что продаете все без оглядки лишь бы заработать доллар насколько вы очумели ребятки менять вас надо но опять же нужно не ресурсы продавать а производить материалы вы раба перерабатывать и только после этого уже продавать дороже опять же лучше вообще ничего не продавать леса нужно в основном с лесов уже нет пустыни ветер дует в городах сдувает где закон принимали совсем недавно об озеленении окружающей среды города где засев идет нигде нету этого никто этим не занимается законы не исполняется нету у нас на местных уровнях исполнителей законодательная власть не работает исполнительная власть не работает органы у нас никак не реагирует прокуратура молчит они забыли о своих обязательствах МВД полиция ФСБ никто не работает нам какие-то там отчеты кидают ой там что-то предотвратили ой там что-то да извините ребят нету вашей работы народ как боялся как ненавидел вас так боится и ненавидит все потому что вы против народа они за народ еще хотелось бы обратиться ко всем жителям республики хакаси выбор сделан у нас сейчас новый губернатор его работу уже видать только слепой и пьяный ничего не видит но я бы хотел призвать всех всех граждан республики хакаси всех кому неравнодушно наша с вами любимая республика сплотиться вместе не важно кто в какой партии не важно кто какой национальность не важно кто как с какими мыслами в голове нужно все это переосмыслить сплотиться и вместе поднять республику если мы сделаем нашу республику сильной дружной и вместе решим все насущные проблемы в том числе связанные с энергетикой и ресурсами национализируем это все в хакаси либо заставим олигархов платить налоги все в республику у нас у всех поднимутся зарплаты у нас у всех улучшится водосостояние мы перестанем с вами жить в нищете но мы должны это сделать вместе не надо никому сейчас тянуть одеяло на себя это не получится мы будем также и дербанить одни будут за белых другие за красных а третьим будет вообще все равно но так не может продолжаться бесконечно люди проснитесь очнитесь жизнь продолжается у нас сейчас есть возможность что-то вместе изменить так давайте вместе дружно сплотимся и решим наши насущные вопросы и проблемы вместе поднимем республику с нашей республики с хакасии мы можем все вместе дружно показать всей россии и всему миру как сплотившись народ может решить все задачи всем спасибо за внимание ставим палец вверх подписываем всем пока и